На земле есть такое место, где время остановилось. Остров, на котором эволюция превратила обыденное в причудливое. Он служит домом для множества существ, которых не встретишь в других уголках планеты. Имя этому удивительному месту – Мадагаскар. Мадагаскар – затерянный мир. Мадагаскар расположен в 400 километрах от восточного побережья Африки и является образцом потрясающего природного разнообразия. Добро пожаловать в мир Мадагаскара, удивительная природа которого обусловлена изоляцией. Буйные тропические леса сменяются выжженными солнцем равнинами, а деревья растут корнями к небу. Мадагаскар – это уникальный мир. Вдоль восточного побережья горы вырастают прямо из Индийского океана, создавая восходящие потоки теплого воздуха. Черный коршун может часами парить на этих воздушных потоках. Кроме того, горы удерживают влагу, которую приносит морской ветер, что делает эти тропические леса самыми влажными на острове. Субтитры создавал DimaTorzok Мадагаскар отделился от африканского континента более 100 миллионов лет назад и последовал по собственному пути эволюции. 90% здешних растений и животных не найти ни в каком другом месте на Земле. Лемуры – самые знаменитые из всех обитателей острова. Семейство лемуров Вари греется на солнце после прохладного ливня. Лемуры, как обезьяны и люди, являются приматами. Однако их биология более примитивна. Сейчас они принимают солнечные ванны, чтобы поддержать температуру своего тела. У этой самки Вари есть детеныши. Им всего шесть недель от роду, и они слишком малы, чтобы надолго быть предоставленными самим себе. Обычно у лемуров рождается двойня. Но у этой самки редкий случай – она родила тройню. Когда надо заботиться о трех непоседливых малышах, отдых – непозволительная роскошь. В соседней долине проживает другой вид лемуров – белолобые индри. На Мадагаскаре обитает более 30 видов лемуров. Это дерево недавно зацвело, и белолобые индри устроились здесь на обед. Хотя черный коршун не представляет серьезной угрозы, лемуры предпочитают лишний раз не испытывать судьбу. Коршун всполошил еще и группу короткохвостых индри – крупнейших лемуров Мадагаскара. Как и детенышам Вари, молодому индри не сидится на месте. Короткохвостые индри трепетно относятся к своей территории, демонстрируя свои притязания на участок леса пронзительными криками. Индри отправляются на поиски пищи. Они могут преодолевать 7 метров одним прыжком, что является явным преимуществом, когда ищешь, чем бы подкрепиться. Плоды дерева Ровенцара еще не полностью дозрели. Поэтому лемуры выбирают вкусные части, а остальное бросают на землю. Этот гигант – хамелеон Парсона. Его длина может составлять более полуметра. На Мадагаскаре обитает более 50 видов хамелеонов. Больше, чем в любом другом месте на Земле. Несмотря на множество различий, у всех хамелеонов есть кое-что. Они – величайшие охотники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Будучи матерью троих детенышей, самка лемура Вари устала и проголодалась Пришло время поесть и ей Она вынуждена оставить свое потомство без присмотра Лягушки-мантеллы собрались у ручья внизу, чтобы охотиться на насекомых Их более крупный сородич, томатный узкород, ждет, когда еда придет к нему сама Самка лемура Вари нашла цветущее дерево равенала Чтобы полакомиться сладким нектаром, она ныряет в его ветви с головой Перепачкав пыльцой свою мордочку Путешествуя с одного дерева на другое в поисках нектара, она таким образом переносит пыльцу Ее детенышам быстро становится скучно И они начинают лазать по деревьям Малыши пытаются самостоятельно исследовать окружающий мир Но они все еще весьма неуклюжи Внизу притаился огромный древесный удав Однако мать слишком занята едой, чтобы его заметить Наконец, самка замечает хищника Она должна как можно быстрее найти безопасное место для своих малышей Перенеся одного из детенышей в укрытие, она быстро возвращается за другим У третьего малыша достаточно сил, чтобы убежать самому Наконец, детеныши в безопасности На некоторое время Когда день сменяется ночью, кусок древесной коры превращается в живое существо Листохвост и геккон ожидают наступления темноты, чтобы начать охоту Листохвост и геккон ожидают наступления Мадагаскарская руконожка Несмотря на свою жутковатую внешность Руконожка является лемуром Странно приспособившимся к поиску пищи Руконожка добывает еду, которую другим животным достать не под силу И древесные личинки – одно из ее любимых лакомств Чтобы найти их, руконожка похлопывает по ветвям до тех пор, пока ее огромные уши не различат изменения звука Обнаружив личинок, руконожка вскрывает кору дерева острыми, как лезвие, зубами После чего извлекает их средними пальцами с невероятной ловкостью ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В засушливых лесах на западе Мадагаскара преобладают баобабы – деревья, хранящие воду в стволе Дождя не было уже девять месяцев Русла небольших рек окончательно пересохли, превратившись в потрескавшуюся землю Животные, обитающие здесь, приспособились к засухе с трудом добывая пропитание среди мертвых листьев Чтобы обмануть голодных хищников, множество насекомых маскируются, притворившись листьями или сучьями Другие существа используют разные методы, чтобы пережить долгий засушливый сезон Глубоко внутри дерева толстохвостый лемур находится в состоянии анабиоза Во время спячки он выживает за счет запасов жира в хвосте, ожидая наступления дождя Жизнь остальных лемуров, которые бодрствуют, гораздо труднее Большую часть года эти лемуры, как и рела, выживают за счет коры и листьев Они ревностно защищают свои деревья от других стай лемуров Помечая их специальными железами, расположенными под подбородком Лемуры, как и рела, привлекли внимание буки-буки Буки-буки выживают в засуху, охотясь на муравьев и выкапывая из земли личинок В тени рыщет гораздо более грозный хищник – фосса Фосса не обращает внимания на буки-буки У нее на уме добыча покрупнее Будучи древним родственником мангуста, фосса – самый крупный хищник Мадагаскара Лемуры подают сигнал тревоги Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лемуры оказались ловчее, и им удалось уйти от фоссы. Затянувшийся засушливый сезон подходит к концу. В дупле вот-вот очнется толстохвостый лемур. Его долгое ожидание подойдет к концу. Хотя первый дождь оказался кратковременным, он вызвал удивительные изменения. Лягушки выбрались на поверхность размягченной земли, чтобы приступить к ритуалу размножения. У этого вида брачный период длится всего один день. Тех, кто не успел найти себе партнера, грубо отвергают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с дождями в русло рек возвращается жизнь. Это настоящий пир для мадагаскарского зимородка. Во время демонстрации странноватых фигур высшего пилотажа, стрекозы опускают свои хвосты в воду. Каждый раз откладывая яйца. Размягченная почва также позволяет отложить яйца и гуани. Продолжение следует... Она проталкивает яйца так глубоко, как только может. А затем закапывает их, аккуратно маскируя нахождение кладки. Немало хищников не отказались бы полакомиться ее яйцами. Например, этот мадагаскарский крючконосый уш, у которого чрезвычайно острое обоняние. КОНЕЦ КОНЕЦ Первые дожди приносят буйство красок. Менее чем через две недели западные леса преображаются из тускло-бурых в ярко-зеленые. Множество существ, пребывавших в спячке, наконец проснулись. Один из них – это 30-сантиметровый розовокрылый палочник. Крылья этого огромного насекомого предназначены не для того, чтобы летать, а для того, чтобы отпугивать хищников. Засушливый сезон подошел к концу. Этот хамелеон только вышел из спячки. Он готов к спариванию и приглядывается к самке на соседней ветке. Однако возникает проблема. Самка прижимается к ветке, стараясь спрятаться за ней. Но это не помогает. Самец приближается. За считанные секунды она вспыхивает всеми цветами радуги, отпугивая его. Эта самка уже спаривалась. Поэтому с помощью такого цветопредставления она отгоняет настойчивого кавалера. С наступлением ночи толстохвостый лемур пробудился от семимесячной спячки. Он жадно поглощает нектар и пыльцу с цветов, которые расцвели после дождя. На протяжении следующих трех месяцев эта питательная еда восполнит запасы жира в хвосте лемура, позволив ему пережить следующую засуху. Ещё один полуношник, мышиный лемур, осматривает окрестности в поисках еды. Он умелый охотник, обладающий выдающимся слухом. Мышиный лемур может слышать движение мадагаскарского таракана даже на расстоянии. Мышиный лемур, осматривает окрестность в поисках еды. В южной части Мадагаскара простираются суровые владения колючей пустыни. В некоторых участках которой выпадает менее 30 сантиметров осадков в год. Здешние леса состоят из самых необычных растений, большинство из которых покрыто колючками, чтобы сохранить ценную влагу. Обитающие здесь животные приспособились к колючей среде. Стая кошачьих лемуров осторожно минует колючки дерева, чтобы добраться до его свежих цветов. Хождение по шипам требует мастерства. Поэтому молодым обучение дается с большим трудом. После такой нелегкой кормежки кошачьи лемуры греются в лучах утреннего солнца. В отличие от других лемуров, они много времени проводят на земле. Кроме того, кошачьи лемуры – социальные животные и живут группами численностью до 25 членов. Малыши появляются у нескольких самок. А это значит, что детеныши кошачьих лемуров всегда смогут поиграть со сверстниками. Игру прерывает появление неожиданного гостя. Это самец лучистой черепахи, настойчиво преследующий самку. Запугивая ее, самец демонстрирует свое превосходство. Он поддевает головой панцирь самки, угрожая перевернуть ее. Наконец, она сдается. Хохлатые индри тоже чувствуют себя как дома в колючем лесу. Они одни из немногих приматов, которые совсем не пьют воду, получая всю необходимую влагу из растений, которыми питаются. Индри едят молодые побеги молочая, которые выделяют горький млечный сок. Сухие ветки также дополняют их рацион. Но одна из веточек оказывается живой. Это листоносая змея, и она вышла на охоту. Бито, 思 Сухие ветки Сухие ветки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перемена ветров свидетельствует о конце засушливого сезона, возвещая о приближении дождя на пустынном юге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На протяжении нескольких месяцев лишь песок струился по этим руслам. Но сейчас все изменится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непосредственно здесь дожди бывают редко. Но отдаленные ливни наполняют водой русла рек, питая жизнь на километры вокруг. Даже незначительного пополнения грунтовых вод достаточно, чтобы множество колючих деревьев полностью преобразовались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас полдень, и хохлатые Индри ищут тенистое укрытие. Чтобы добраться до него, им необходимо пересечь участок открытой местности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец, они проникают в густой лес, который растет вдоль реки. Круглый год подземные воды обеспечивают влагой деревья, которые создают желанную тень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кошачьи лемуры тоже совершают путешествия к лесной прохладе, чтобы вдоволь напиться и поесть у реки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они повстречали колонию крыланов, свисающих с ветвей огромного тамаринда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У летучих мышей сейчас брачный сезон. Поэтому даже в дневное время в колонии царит оживление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кошачьи лемуры подбирают упавшие плоды тамаринда прямо под колонией крыланов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пара мадагаскарских кукушек тоже питается здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и хохлатые индрии, взрослые кошачьи лемуры отдыхают в тенистой прохладе леса. А для малышей настало время игр и развлечений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кошачьи лемуры направляются к реке на водопой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой суровой местности все живое страдает от нехватки воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако далеко на севере находится район Мадагаскара, где вода имеется в изобилии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти болота являются домом для многих растений и животных, которые водятся только в этой части острова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из таких редких обитателей – кроткий лемур. Кроткие лемуры – единственные приматы, которые проводят всю жизнь над водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они передвигаются небольшими группами, питаясь болотными растениями, которые произрастают здесь в изобилии. Их любимая пища – побеги папируса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миллионы лет лемура Мадагаскара жили в безопасной уединенности острова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но длительное царствование лемуров подходит к концу. Впервые люди прибыли на Мадагаскар полторы тысячи лет назад. Как и в других частях света, они изменили окружающую среду в соответствии со своими нуждами. Рыбаки регулярно промышляют на болотах, выжигая густые заросли, чтобы облегчить себе доступ к рыболовным участкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто не знает, сколько кротких лемуров погибает в огне каждый год, а некогда обширная зона болот неумолимо сокращается. Чтобы спастись от пламени, лемуры должны пересечь водный проток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следствием непродолжительного пребывания человека на Мадагаскаре стало исчезновение бесчисленного количества биологических видов. И кроткие лемуры могут стать следующими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня лишь одна десятая части естественной среды острова остается нетронутой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Райские места нашей планеты, вроде Мадагаскара, очень хрупкие и неустойчивые. И чтобы они выжили, человек должен позаботиться об их сохранении и процветании. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Дмитрий Стрелков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова